Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Война в Израиле продолжается. Сейчас мы поговорим о текущей обстановке с нашим коллегой, журналистом, военным историком, офицером армии обороны Израиля Григорием Тамаром. Григорий, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Итак, что происходит? Бои на севере, бои в Газе и обстрелы Израиля баллистическими ракетами со стороны хуситов, Йемена. Ну, начнем, наверное, в Газе. Прерывал связь. Где дислоцированы? На юге Сирии. На юге Сирии. Окей. Вот, то есть очень долго израильские, так сказать, израильские военно-воздушные силы избегали от того, чтобы наносить огневое поражение непосредственно по полевым подразделениям, которые дислоцированы на территории Сирии, сирийской армии. Я сейчас не говорю про аэродромы, не говорю про системы ПВО. Это бывало и раньше. А тут речь идет о строевых частях, которые, вот, так сказать, держат какую-то территорию, там, сохраняя там контроль власти Асада. Вот за долгое время это впервые произошло. Это первое, что хотелось бы отметить. Нарастает огневое давление на Ливан, на инфраструктуру Ливана в ответ на то, что с территории Ливана Хизбалла постоянно обстреливает израильскую территорию. И, кстати сказать, если до вчерашнего дня Хизбалла использовала стрельбу прямой наводкой в основном, то есть, как правило, противотанковой ракетой, то вчера также они, так сказать, пошли дальше. И использовалось минометное вооружение для того, чтобы достаточно на большой глубине, там, до 3-5 километров, наносить удары под тем объектом, которые не поражаются прямой наводкой. То есть, Хизбалла тоже, можно сказать, повышает градус конфликта. И вот это то, что происходит у нас на северных рубежах. А вот на южных рубежах у нас прямо каждый час, ну, водопад событий, которые, наверное, стоит обсудить и, так сказать, разобраться. Ну, во-первых, как, наверное, уже сообщалось на вашем канале за последние часы, вчера произошло сенсационное событие. Было объявлено об освобождении израильской заложницы, военнопленной, по сути, потому что она была солдатка. И это первый случай освобождения израильского заложника на территории сектора ГАЗ впервые. И это первый успешный случай освобождения заложника вообще израильского за последние 18 лет. Потому что последний такой случай был на территории палестинской автономии около, по-моему, 18 лет назад. Там была такая история, криминальная, наполовину террористическая. Но, в любом случае, спецслужбы освободили человека. Был таксист похищенный. Но вот с тех пор не было прецедента. А какие-то подробности есть, Григорий, вот этой операции? Есть подробности. Те, которые можно в прессе сообщить. Во-первых, результат освобождения – это получено оперативным путем информация со стороны Шабака. То есть Шабак навел армию на цель, грубо говоря, вот так можно сказать. И в результате такого взаимодействия, то есть там даже, можно сказать, три структуры взаимодействовали. Шабак, Оман – военная разведка и армия обороны Израиля. И в результате этой достаточно сложной операции была освобождена девушка. И тут важно отметить, что она в очень хорошем внешне-физическом состоянии. То есть я не говорю сейчас, что она не подвергалась пыткам. Мы не знаем, что с ней там происходило. И это будут, так сказать, разбираться в этом компетентные органы. Однако внешний вид, она не выглядит изможденной, она не выглядит больной. Она выглядит достаточно бодрой для человека, который три недели провел в плену. В общем, это дает нам определенный оптимизм, может быть, в отношении остальных заложников, что в случае их освобождения тоже их физическое состояние будет позволять освободить. Вот так сказать. Потому что понятно, что это все очень сложные вещи. Сам по себе факт освобождения, он дает большую надежду для всех нас. И особенно для родственников, похищенных израильтян. Но, так сказать, будем наблюдать за происходящим. Я думаю, что в этом отношении нас ждут еще много различных сюрпризов. Как развивается операция в Газе? Простите, как развивается операция в Газе? Фактически можно сказать, что сегодня, когда опубликовано, вот оно было опубликовано официально, вот буквально там несколько минут назад, по сути, запись обращения командующего Южным военным округом к своим солдатам, которых он послал в бой. Произошло это сегодня утром, вот сейчас это открыто к публикации. То есть, по сути, можно сказать, что широкомасштабная, вот широкая фаза вот этого вот наступления, она началась сегодня. Показывали по второму израильскому телеканалу количество единиц бронетехники сконцентрированных. Ну, я лично не видел такое количество бронетехники. Я думаю, там речь идет, наверное, ну, не исключая, ну, о многих сотнях. Точно, может быть, даже о тысячах единиц, потому что то, что видно прямо вот визуально, при том, самое разнообразное. От бронетехники, которая используется инженерными войсками, до бронированных амбулансов, бронетранспортеров, и от тяжелых танков до различных бронетранспортеров и так далее. Значит, прорвана оборона, прорвана оборона внешняя, которую Хамас выставил по периметру. Войска углубились более чем на 3 километра вглубь сектора. И если мы понимаем, что всего там ширина у них 6-6,5 километров, то есть, по сути дела, вот весь этот предбанник, так сказать, наши войска прошли. И это, в принципе, та глубина, на которую наши войска продвигались в предыдущих успокоенных операций. То есть... То есть можно сказать, что северная часть газа отрезана от южной? Еще нет к этому стремления. И, судя по всему, события будут... А, Григорий, перебои с интернетом. Плохая связь. То есть зависает картина. Да, я говорю, что, видимо, ближайшая оперативная задача действительно изоляция северной части сектора газы для того, чтобы впоследствии начать штурм штаб-квартиры Хамаса, который находится вот в этих пресловутых казематах под больницей, для того, чтобы продемонстрировать всему миру, так сказать, вытащить оттуда всю вот эту вот этих главарей, что скрывается в этих казематах. Но больница до сих пор... Больница не эвакуирована будет до сих пор. Нет, так, больницу они... Естественно, если бы они эвакуировали больницу, Израиль бы просто начал применять противобункерные бомбы. Израиль этого не делает. Хотя по международным конвенциям он имеет на это право, что самое интересное. Потому что, когда сознательно в Раке используют гражданские объекты для прикрытия своих военных позиций, можно... Но Израиль, понятно, что он на это не пойдет. И в этом нет необходимости. Соизраильтяне смогут продемонстрировать много новшеств тактических приемов в штурмах подобных укреплений. Но это все равно вызывает потери. Поэтому, конечно, вот этот вот гуманизм, который никто не оценит, все равно будут кричать о зверствах израильских агрессоров. Этот гуманизм никто не оценит, а жизни солдат за это будут заплачены. А я вам отвечу на это. А мне не важно, кто что оценит. Нам, израильским военным, важно, как мы сами будем себя ощущать. У нас есть понятие честь войны, как мы ее сами понимаем. И для нас важно, как мы сами будем себя воспринимать. И наши командиры, и наши боевые товарищи. Так вот, я хочу сказать, что до сегодняшнего дня вот израильские военнослужащие демонстрировали очень высокий уровень тактической подготовки в действиях. И сегодня были опубликованы поразительные кадры. Вот открытая публикация по израильскому телевидению. Взаимодействие родов войск, как пехота наводит авиацию на цели, и как авиация в течение нескольких секунд. То есть постоянно идет авиационное прикрытие. Израильская армия демонстрирует все свои конкурентные преимущества сейчас. То есть она зашла с козырей, и она имеет подавляющее огневое превосходство. Превосходство в силах, средствах, численности, подготовке личного состава, наличие оперативных планов и так далее. И Хамас, надеясь на то, что им удастся отсидеться в этих бункерах, прикрывшись живым щитом из заложников и мирных граждан, он, конечно, потерпит катастрофическое поражение. И эта операция войдет в историю войн как беспрецедентная. Это уже сейчас понятно, видно уже по тому, как действуют наши войска. Армия абсолютно пришла в себя после шока 7 числа. Настроение у солдат такое злорадно-мстительное, и им хочется поквитаться за кровь своих товарищей, за кровь своих мирных граждан наших, так сказать. И поэтому настроение у ребят очень боевой, и я думаю, что их ничто не осталось. Ну да, я хочу напомнить, что Израиль страна очень маленькая, и практически у каждого сейчас есть там родственник, друг, знакомый или знакомый знакомого, который погиб уже вот в эти первые дни войны. Поэтому как бы мотивация, конечно, очень высока. Григорий, что происходит на юге? То есть были запущены баллистические ракеты в направлении Эйлата, были запущены опять беспилотники, и впервые с начала войны Израиль применил систему ХЭЦ-2, система, которая сбивает в том числе баллистические ракеты. Что происходит на юге? Значит, во-первых, надо отметить, что те средства поражения, которые находятся в ассортименте у еминских террористов, они позволяют и ракеты, и беспилотники, они имеют радиус действия 2000 километров. По прямой от их позиций до Эйлата 1900 километров. То есть они находятся на излете своих оперативных возможностей. Беспилотники, натолкнувшись на американские эсминец, вынуждены маневрировать. То есть они долетают, там, минимальные маневры, уже вот эти 100 километров, понятно, что это вот прямо, так сказать, последние их фактически метры, что они могут долетать. То есть каких-то особых сюрпризов, маневрирования они представить для наших ПВО не могут. Сегодня прозвучала очень интересная информация, опять же, вот, открытые источники, заявил один из высокоопоставленных офицеров в отставке, который занимался в сфере службы тыла. Он заявил, что Эйлат самый защищенный в плане ПВО город в Израиле, более защищенный, чем Тель-Авив. И это происходит не потому, что мы бережем наши курорты на Красном море, а есть два важнейших фактора, которые на это влияют. Во-первых, Эйлат не воспринимается как просто город сам по себе, а он воспринимается в совокупности с аэропортом Рамон, который находится, это второй израильский аэропорт международный, полноценный, он находится на расстоянии 19 километров от Эйлаты, и вот этот зонтик ПВО, он прикрывает и город, и аэропорт. Это стратегическая важность номер один, и стратегическая важность номер два – это, естественно, порт, при том порт и торговый, важнейший порт, который связывает Израиль с такими странами, как Китай, Индия, Япония, Южная Корея, наш важный и очень весомый партнер стратегический. Это и порт, и военный порт. То есть Эйлат – это важнейшая вот такая пульсирующая артерия нашей страны, и эта артерия очень хорошо прикрыта с воздуха, выяснилось, что даже более эффективно, чем… То есть больше сил и стрельц туда выделено, чем на прикрытие Тель-Вива, что вот само по себе достаточно интересно. И сегодня мы наблюдали, как ракета ХЭЦ-2 второго поколения, есть уже и третья на боевом дежурстве, но это была конкретно ракета второго поколения, была использована, и она эффективно поразила баллистическую ракету, которая была нацелена на Эйлат для того, чтобы по мирному городу нанести удар. Ну, опять же, вот тут важно отметить, что с 91-го года, с войны в Заливе, мы наблюдаем впервые сотрудничество, которое афишируется в открытую между израильскими войсками и американскими, потому что первая атака была отбита с помощью, как мы с вами помним, американского эсминца, не просто так он там болтается неподалеку от Эйлата относительно. Так что наши союзники оказывают нам тоже поддержку. И я думаю, что одна из причин, почему задействовали свои прокси в Йемене иранцы, причина заключается в том, что Хизбалла, мне кажется, это мое личное мнение, сопротивляется и не входит в игру, так сказать, по полной, на что, наверное, рассчитывал Иран, начиная всю эту авантюру. А то, что за всей этой историей стоит Иран и, возможно, другие силы, другие государства, это сегодня уже очевидно любому счету, который маломальски разбирается в военном деле. Хамас сам по себе не способен был планировать и технически обеспечивать подобную операцию, которая произошла 7-го числа. А я напомню, это была операция, проведенная силами бригады спецназа при поддержке соответствующих, так сказать, сил, по сути, авиации, потому что речь шла о массированном использовании беспилотников. Григорий, возвращаясь к атаке на ЭЛАД, я хочу еще обратить ваше внимание, внимание наших зрителей, что несколько эти беспилотники, которые летели, они были сбиты самолетами, которые были подняты в воздух, и впервые были опробованы вертолеты «Апачи». Вертолеты «Апачи» успешно сбивают эти самые беспилотники, у них достаточно высокая скорость, и это первое боевое использование вертолетов «Апачи» по ликвидации дронов беспилотных летательных аппаратов. Вы знаете, в этом плане я с вами не соглашусь, потому что уже был такой прецедент, и был он достаточно давно, был он лет 10 назад, когда с территории Сирии, вскоре после того, как там началась, я не помню точно код, не могу вам сейчас сказать это достоверно, но вскоре после того, как началась гражданская война, и речь шла о том, и это было еще до вмешательства России на стороне Асада, и тогда все говорили о том, что вот-вот власть Асада будет свергнута, с территории Сирии на территории Израиля пороникло два беспилотника с поражающей частью, и тогда впервые в истории войн боевой вертолет, если я не ошибаюсь, был вертолет Апачи, нанес огневое поражение против беспилотников, это был первый в истории войн прецедент применения боевого вертолета против беспилотной авиации. Это было 10 лет назад, это был вот такой вот эпизод, а сейчас израильские летчики в очередной раз демонстрируют свои боевые навыки. Кстати, между прочим, надо отметить, это некий тревожный момент, но я думаю, что эти все вопросы после войны будут кардинально пересмотрены, количество вертолетных бортов израильской авиации за последние два десятилетия были резко сокращены. Было такое вот мнение, что мы во всех войнах победили, можно там сэкономить, и количество эскадрильев вертолетных у нас сейчас меньше, чем было 20 лет назад. Но я думаю, всем нам понятно, что после этой войны будут просто огромные средства направлены на повышение боеспособности наших вооруженных сил. Кстати, в этом отношении еще такая информация, вот в копилочку. Огромная череда заказов от армии нашему концерну «Рафаэль» по производству вооружений настолько, что концерн «Рафаэль» привлекает новых работников. Сейчас вот те, кто в Израиле ищут работу, что можно сейчас попытать свое счастье устроиться в конце «Рафаэля». Это речащий случай, что они через газеты опубликовали, что им нужны работники. Это во-первых. А во-вторых, появилась такая очень интересная информация, что некое государство обратилось к Израилю с просьбой о постройке завода, к «Рафаэлю» по сути, о постройке завода по производству артиллерийских снарядов «Натовского стандарта». И вот «Рафаэль» сказал, что сегодня опубликован, что он берется за этот проект, то есть будет строиться какой-то завод, который будет по заказу наших иностранных, видимо, партнеров, раз такой уровень отношений государства не называется. Да, ну и надо еще напомнить, что наши все военные предприятия, то есть это концерн «Рафаэль», «Эльбит» и прочие, на время войны приостановили выполнение своих военных заказов перед иностранными заказчиками. И интересно, до этой войны я этого, например, не знал, что оказывается в каждом контракте, который Израиль заключает с иностранными покупателями потенциальными, есть пункт, который предусматривает временную приостановку, задержку отгрузки и производство заказа в случае возникновения военных действий в Израиле. И я вам скажу больше, я вам скажу больше, британцы и англичане вернули Израилю... Британцы и англичане – это одно и то же, но... Ой, прошу прощения, я извините, я оговорился. Немцы и британцы, я прошу прощения, спасибо, что говорили меня. Немцы и британцы вернули Израилю, вот конкретно в концерн «Рафаэль», уже поставленные накануне войны какие-то изделия, не знаю конкретно, что это было, это не сообщается, именно потому, что они посчитали, что Израилю – это тоже достаточно редкий случай. Да, то есть Израилю они сейчас нужнее здесь, чем у них там для каких-то абстрактных защит от будущих нападений. Григорий, спасибо большое, спасибо за эту сводку. Надеюсь, что все будет продолжаться в том же духе. Ну и победы Израилю, победы ЦАЛю и минимизации потерь. Спасибо. Я считаю, что ближайшие 48 часов они будут полны яркими событиями и будет еще о чем поговорить. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Григорием Тамаром, военным историком, журналистом, писателем, офицером армии обороны Израиля. Подписывайтесь на канал в YouTube Григория Тамара, там всегда очень интересно. А мы продолжим наш выпуск. Всего доброго. До свидания.